Всем привет, ребята! Давайте сегодня поговорим про то, как прорисировать на самокате. Для тех, сразу говорю, кто занимается самокатом, ну как просто развлечение, я сразу скажу, то, что вам это видео не понравится, сразу можете уходить с него. Вот. Но если вы же занимаетесь самокатом как спорт, то вам это видео будет интересно. Давайте я вам сразу попрошу, пожалуйста, можете поставить лайк, и я просто хочу посмотреть, нужны ли вам вот эти вот долгие видосы. И вообще, вы можете посмотреть это видео, если оно вам не понравится, то в конце вы можете спокойно поставить дизлайк и убрать лайк. Просто мне реально нужно знать, нравится ли вам эти видосы или нет. Поскольку я катаюсь в парке, я паркер, я буду рассказывать, как прорисировать в парке. Но я думаю, в стриту, в принципе, всё то же самое. Для начала нужно определить вашу сильную сторону. Есть три типа райдеров в парке. Первый тип райдеров – это те, у которых хорошо получается делать проек. В общем, скутер флиппы. Второй тип райдеров в парке – это те, у которых хорошо получаются киклисы. Ну и самый редкий тип райдеров в парке – это те, у которых хорошо получается градус. Но дальше начинаете работать над своей сильной стороной. Многие ребята качают ту сторону, которая у них плохо получается И у них неделями ничего не получается И это реально очень сильно демотивирует И они просто бросают кататься на самокате И лучше качать свою сторону Потому что у вас пойдет прогресс Вы будете получать много трюков И будете за счет этого радоваться И у вас будет очень много мотивации То есть, например, если у вас хорошо получается Брай То начинайте его учить на разных фигурах Там, например, в уголок, по прямой и так далее Потом начинайте учить разные комбинации с этим другом По типу Брай Вип, Брай Дабл, Батеркап, Вип Франскуд И еще кучу-кучу комбинаций Если же у вас хорошо получаются киклисы, то то же самое Сделали хорошо киклис, научитесь сделать его в разных фигурах Ну и начинайте там учить его Киклис Вип, Хил Киклис, Вип Ревайн Киклис Сделали его по киклису, можете попробовать сделать два киклиса И так далее Но это сейчас было глобально Но что, если вы хотите научить какой-нибудь, именно какой-нибудь трюк По типу Брай Вип, да? Вот вы его хотите научиться, но у вас не получается Во-первых, вы должны знать от начала до конца, как он делает Вот прям четко, как он делает Если у вас не понимаете, как его делать, то посмотрите на ютуб Есть куча обучалок Посмотрите, как разные прорайдеры его делают Посмотрите какие-нибудь фишки, как кто-нибудь советует У друзей спросите И после этого можете еще очень помогает Крутить на земле какой-нибудь трюк, который вы пытаетесь сделать Но самое главное, многие ребята круги трюк закручивают и ставят одну ногу То есть ленятся Нужно всегда, когда вы закрутили какой-нибудь трюк Приземляться в две ноги Как будто вы его поставили, вот прямо в вылете сделали и поставили Еще очень важно себя снимать на камеру Ну или на телефон, в общем, на все что угодно Это очень важно смотреть на свои ошибки Потому что когда ты делаешь от первого лица, там даже не видно эти ошибки И ты не понимаешь, почему тебя не получается поставить Но когда тебя кто-нибудь снимает, ты сразу видишь, какие ошибки Там, не тянешь ногу, не доворачиваешь корпус, еще что-нибудь Так что всегда снимайте Или кого-нибудь попросите, чтобы вас засняли Еще очень важно представлять в уме, как вы поставили этот трюк Это реально очень помогает психически То есть вы делаете какой-нибудь трюк без перерыва Делайте, делайте, застабили какую-нибудь ошибку Лучше, чтобы так не получилось Просто представьте, отдохните, как вы, вот вылетаете, делаете этот трюк Ставите и приземляете Там все орут, кидают самокаты, шлемы и так далее Еще, кстати, очень сильно помогает прерываться перед тем, как вы какой-нибудь делаете трюк То есть, понимаешь, ты делаешь какой-нибудь там хил-кикли-свит, да? И ты делаешь его беспрерывно, несмотря на что Тебе осталось там, не знаю, 10 минут Либо ты больше никогда в жизни не приезжаешь в скейт-парк, да? Вообще, несмотря на что Если ты делаешь какой-нибудь трюк в степ-ап, ой, в трансе, к примеру То можешь просто вылететь в трансе Без трюк, без всего Почувствовать это приземление Это реально очень помогает Я, например, делал два ки-кли-са Я просто долбил его три часа подряд Потом у меня оставалось 10 минут Но я решил, просто вылечу Вылетел, просто приземлился Почувствовал это приземление И почти с первой попытки Поставил потом два ки-кли-са Еще есть две проблемы Но это уже больше у новичков Это страх и неудобный самокат Как бороться со страхом? Вам просто нужно контрольно себя чувствовать на самокате То есть вы должны везде ездить Видите, паре были, запрыгнули на него Упали, да ничего страшного Поехали, там еще раз запрыгнули Уже все хорошо получилось Теперь спрыгнули И так просто везде катайтесь Просто пытайтесь прыгать от кого-нибудь Запрыгивать куда-нибудь и так далее И просто я часто вижу ребят Которые приехали в скейт-парк, наверное, впервые просто И сразу начинаете уже учить базовый трюк Например, ТЛВ Сначала нужно научиться Хорошо себя чувствовать на самокате Но чтобы хорошо себя чувствовать на самокате И чтобы вам было удобно Нужно себе купить удобный самокат Я часто вижу в скейт-парках Новичков, которые катаются Вот на таком вот руле Который вот посюда И они просто делают Какое-нибудь баниху И они себе чуть по зубам не дают Руль должен находиться Вот по пояс Вот где-то вот посюда Посюда Вот здесь вот То есть это самый оптимальный вариант Так что сходите куда-нибудь Попилить себе руль И все Тогда у вас пройдет страх Вы сможете нормально побороть страх И научиться делать базу И прогрессировать дальше Еще очень важный момент защиты Защите нужно кататься всегда С наколенниками и шлем Это самое главное Но еще можно кататься с налокотниками И щитками Которые защищают вашу голь В защите кататься очень важно Потому что вы Ну, вы можете побороть свой страх Конечно, падать специально на коленки Это не очень хорошо Вы прям привыкаете И постоянно будете на них падать Так что лучше так не делать Но все равно На всякий случай Нужно себе Носить всегда защиту И так далее Это очень То есть вы перестаете бояться Ну, а теперь что делать Если вообще не идет прорез То есть Ты хочешь научиться какой-то трюк Но он у тебя вообще не получается Да забейте на этот новый трюк Получи лучше линии Линии, кстати, очень важная вещь Потому что когда вы делаете линии Вы как бы стабилизаете какие-то трюки Вы спокойно можете даже участвовать Уже в соревнованиях И делать эти линии И выигрывать даже какие-то места И вот вы получили какую-нибудь линию Там хорошо получилось у вас сделать Там батаркап линии Или еще что-нибудь И еще можно делать какие-нибудь новые трюки Которые вы где-нибудь уже делали Но попробуйте сделать их на новую фигуру Примерно вы умеете делать Бартвис на бар там на стол Да Пробуйте сделать в квот И так далее И тогда у вас пойдет какой-нибудь прорез Вы там что-нибудь застабилилили делать Можете попробовать сделать какую-нибудь новую комбинацию Вот и все Еще очень важно стабилить трюки То есть вот вы сделали какой-нибудь новый трюк По типу фингер Сделали его один раз Нужно еще его поделать Застабилить его Может быть даже сделать скетч К примеру, мне вот Румин Саллик сказал Ну что вот ты сделал один раз трюк Когда я сделал бэкфлип Я сделал его Он говорит, давай еще два раза И тогда будет считаться Вот ты поставил трюк, да? Я сделал еще два раза без проблем И потом на следующий день я спокойно приехал И не боялся Поставил еще раз этот бэкфлип Так что стабилить трюки Это тоже очень важная вещь Продолжение следует... Продолжение следует...